Самой масштабной площадкой на военно-историческом фестивале стал военный лагерь. На территории этого блока находились солдаты русской имперской армии и союзнический лагерь австро-венгерской и германской армии. Перед предстоящей реконструкцией битвы они рассказывали о курсе молодого бойца, полосе препятствий и курсе военных телефонистов. Рядом работали несколько тиров, в которых можно было пострелять холостыми патронами из настоящих образцов оружия времен Первой мировой войны. Наша интерактивная площадка практической стрельбы из винтовки Мосина-Нагана образца 1891 года. В основном дети. Им интересно поддержать сейчас, когда много компьютерных игр, где участники с таким оружием есть, и когда приходят и берут настоящее оружие в руки, им очень интересно увидеть реальное оружие, его вес почувствовать, значит, выстрелить, услышать звук выстрела. Это тоже очень интересно детям. В нескольких шагах от первого тира расположился второй, несколько отличающийся техникой стрельбы. Данный тир представлен винтовками Мосина. Винтовка Мосина образца 1891 года. Значит, стреляет она непосредственно пластиковыми шарами на грин-газе. То есть, этого вполне достаточно, чтобы поразить мишень. Каждый желающий мог также приобрести и бросить в поле гранату, начиненную пиротехникой. Этой другой боевой техникой военно-исторический фестиваль традиционно снабдила Свердловская киностудия. А для проголодавшихся гостей работала полевая кухня, приглашающая отведать простой солдатской каши.